А вот это вот наши враги. Я уже сколько раз, после того, когда несколько лет назад злое письмо получил от этого журнала, вы нас грязью мешаете. Сейчас буду дальше мешать. Ну, не в прямом смысле мешаю, не матерю, ничего. Вот, посмотрите. Это уже очередной, это третий уже. 14-й год, октябрь. Перед зимой, а привычка, да, некоторые журналы, они придерживаются сезонности. Итак, при этом вырезают больные, засохшие, сломанные ветки. Кстати, когда вырезают, подразумевают все на кольцо, потому что они просто, допустим, обрезают, может оставить сейчас. Но когда вырезают, второе слово, на кольцо. А также побеги, которые мешают проходу и загущают крону. Помните, тут выступала там это, ученая-неученая, но лекцию читала. Мешала проходу мужа, надо сделать там не меньше метра. Удоль такую мы с вами проходили уже дважды на предыдущих. А что значит загущают крону? Это опять, что ли, это самое? Ветки вам помешали? Я в своей жизни не встретил ни одного дерева с загущенной кроной. У меня, допустим, получилось как? А, вот, кстати, срезы. На кольцо, есть слово кольцо. Не оставляя пеньков. Вот это самое страшное. Уже, если бы еще пенек, какая-то защита от мороза, хоть слабенькая, сам пенек бы защищал. Но кольцо всегда в несколько раз больше, чем несколько раз. Видите как? Не оставляя пеньков. Несколько раз по размеру больше, чем ветка, которую срезаешь. Ну. И пошло, поехало. Потом, нет, сперва будем это самое. Заметьте, сперва мы должны извечить дерево. Потом караул, живицу у них купить. Вот эта подлость, предательство невероятное. Вот это все. Вот. Ну, хорошо. Я обращаю еще раз. Я посмотрел свежий журнал. Редактор тот же самый, с которым я дискутировал. Ну. Ну, почему здесь нельзя написать примечания? А есть люди, которые считают, что этого делать нельзя. А, ну тогда, извините, им деньги не заплатят за рекламу. Нет, она не может. У меня тогда варианты два. Закрывать, потому что 90%, 95% у них советы смертельные. Надо закрывать журнал. Или тогда печатать только рекламу. Потому что если они ниже моего напечатают статью, где так помягче, литературным языком будет написано то, что я сейчас вам сказал, что это дурь, да? Вот. Вместо слова дурь. Неправильно. Тогда рекламодатели хрен вам будут платить, господин редактор. И вы останетесь без штанов. Получается, вы повязаны на насмерть, на всю жизнь калечить деревья. Учить калечить деревья. Вот сейчас только до меня дошло. Я хотел как сказать. Уважаемый редактор, давайте напишите здесь, что есть другие мнения. Вот. И мы приглашаем дискуссии. Кстати, ваш журнал потерял 90% читателей. Тут не вы виноваты. Тут виноват интернет. Тут виноваты общее падение интереса к садоводству. Но все-таки без этого. Ведь еще куча людей угробит деревья. Независимо от того. Замажут, живутся. Или просто как у вас тут садовый вар. Видите? Вот. Еще руки опустятся. Ведь вы же учите. Вы знаете, чем вы учите? 8 раз за лето перекапывать сад. Охерели? Ладно. Чего я орать-то начал? Вот. Смотрите. Я вот что делал? Как вы? Пролежал, ходил тут с этим самым секатором. Резал, резал, резал. Нет. А что, у меня от этого урожая меньше стал? Ну. А вот это Сергей Железов взял. Вот эти ветки. На земле лежали. Мне приходилось вот тут обход ходить. Уже проход бы полностью закрыт. Вместо того, чтобы это, отрезать. Ну, он же не дурак. Вот. На черт ему резать и живицу у вас покупать. Он взял их, поднял, да и все. Поднял. Где вы мне, покажите, урожай страдает от этой густоты? Ну, вот тут еще существует пункт. Я говорю, что там есть третий пункт. Я экономлю ваши деньги и экономлю леса. Дело в том, что действительно, зачем вам покупать журнал, который учит вас уничтожать деревья, да? И прочие советы такие. Когда мы с вами пообщаемся, часик и все. Экономия какая. Я уже говорил сто раз. Раз уж я показываю вот эти вот фото и журналы, то вы скинетесь на бутылку коньяку, в конце концов. Вы знаете, я уже в сумме миллиона вам сэкономил. Если брать все до кучи. Смотрите. Вот это, а не про меня. Существует рекомендация сеять кости не глубже одного сантиметра, чтобы корневая шейка не оказалась под землей. Хотя не исключено, что растение само формирует корневую шейку. Да ты проверь, твоя мать, у тебя же это самое. Как она формирует? И тот, кто это пишет, у него же сплошные потери в садах. Как она формирует шейку? Корневая шейка это самое. Вы формируете штамп с помощью секатора. Как может корневая шейка переползти в другое место? Я беру палку, вбиваю в землю, подвязываю саженец. Саженец растет, палка стоит. Проходит не более двух лет, смотрю, палка наклонилась, держится за саженец. Где у этой укола, где у него корневая шейка, скажите? Где воткнул, там и корневая? Ну, на разе можно 300 тысяч человек читать вот это. То есть плевать мы хотели, но совет Железова не глубже сантиметра.